привет всем это день 2 поездка в сиэтл секретная миссия которая уже стала не секретной если вы не видели первую часть посмотреть первую часть где мы говорим зачем мы едем светл итак мы проснулись утром в этом прекраснейшем motel sx и движемся дальше по дороге до таком и до того места куда нам нужно приехать нам остается примерно 30 минут смотрите здесь вот в районе сиэтла постоянно вот такие тучи и все испещрено реками заливами проливами и вот такими прикольными мостами все-таки кайфово не рулить а снимать вот я думаю может нанять водителя тогда у меня будет больше видео на канале давайте проголосуем а главное скинемся чтоб не обходить вот максом нужна работа ребята нам нужно поднять немного бабла вам будет приятного макса будет работа а я буду заниматься своим делом вместо того чтобы рулить ребята мы приехали мы доехали до залива до парковки яхт и сейчас вот уже муж этой женщины которую подает яхту макс радостный поскакал туда сейчас мы будем осматривать и забирать яхту дальше идет передача ключей и отожжет день одной маленькой яхты и дольской ключей марина закрывается также электронный замок ведь вставляешь сюда сейчас пойдем видите тут туалетики все дела вода такая прозрачная прозрачная ну что это моя яхта теперь макс ну ты рад я сыкуй но я рад пошли забирать твою красавицу знаете как у нее любовница то есть на имя у нее итальянское что в переводе на русский называется любовница мало того мы сегодня жили в мотеле секс макс макс постоянно почему-то говорил что мы живем в мотеле секс вот а теперь еще и яхта любовница это неспроста так сейчас будет обзор дока смотрите видите такие понтончики каждой лодочки яхте есть пахнет да и все засрана чайками и у каждой лодки есть свое электричество видите подключено видимо здесь кто-то живет вот наша лодочка всего каких-то две-три тысячи километров а вот они эти жирные чайки которые живут и мидии раскидывают здесь осколки скорлубок на улице дубак прям реально не челюсти сводит медузы думаю да машина ну что вот мы приближаемся вот она это яхта представляете макс живет в америке нелегалом всего каких-то 45 месяцев и смог купил яхту смог купить яхту что так а это у нас на с вами первый обзор этой яхты вы с нами точно так же как и я первый раз на этой посудине вот это сверху это спасательная шлюпка заходим вовнутрь так здесь у нас при входе кухня здесь у нас получается ресторан посредине у нас получается печка карманы для всякой херни карманы для всякой херни и спроси пожалуйста как мне вот эту штуку включить это у носовое помещение я понял я понял где здесь я все сигарет а это у нас получается туалетик она лишь узкая из-за того что здесь почти что спальное место ну да и за это кажется что она узкая на самом деле на просто здесь ребра жесткости это короче заправка топлива надо откручивать вот эти четыре болта заливать так продолжаем наш обзор с этой стороны получается это вход это у нас капитанская типа рубка это у нас короче кухонка здесь у нас переключатель с 110 вольт с улицы и на переключатель с электричества так там получается мы разбирали паруса это вот парус 1 видите парус здесь мы с вами еще не были это у нас еще один парус вот еще один парус получается что здесь эта комнатка можно еще двоим спать то есть яхты на 4 человека у нас какой-то загашник причем там у нас есть дырочки для слива вот теперь обзор туалета здесь у нас душ видите прикол какой душ здесь слив туалет и раковина это они сейчас подписывают договор а теперь обзорчик сверху этой яхты с носовой части если у нас получается фонарь ходит в то место где лежат вот эти паруса вот с правой стороны вот с этой стороны как раз туалет находится вот где мачта там у нас керосинка стоит и столик стоит мачта и знаете что сказала хозяйка это я что настоящий хозяин и его отец умер пару лет назад вот он был единственным хозяином этой лодки и они купили одну из первых лодок которая была произведена вот именно этой модели это гоночная лодка и они горит мать с отцом вдвоем на этой лодке гоняли состязались соревновались вот вот такая вот лодочка прикиньте так это получается док станция для зарядки сейчас она от 200 до 200 не 220 как называется 110 здесь вольт в америке а это получается у нас вода пошел мокрый снег я не знаю как он короче поедет это вообще для меня загадка и так еще один взгляд со стороны на это чудесное создание прогуляемся до конца дока как вы думаете но у вас нет выбора конечно есть вы можете отключиться вот но мы с вами посмотрим блин вообще такой дубак челюсти замерзают мокрый снег летит а вот смотрите кто она здесь у нас здесь чайка нашла какого-то малька или что там она ворту держит это сожрать она не может значит мы выяснили что здесь стоимость парковки на этой станции составляет 300 долларов в месяц видите какой бизнес взял в аренду у города или я не знаю там области кусок моря можно сказать и сделал парковочку по 300 долларов с каждой лодки и живешь себе припеваючи я думаю конечно вот за эту маленькую яхточку это будет не 300 долларов на таких яхтах мы в детстве занимались в секции яхтенной секции вот а вот за такую конечно будет я думаю побольше чем 300 долларов однажды мы конечно купим себе вот такой катер какой-нибудь потому что жена у меня очень хочет ехать и жить во флориду в таком мокром и влажном климате она жить не хочет она хочет жить во влажном и теплом климате ну что продолжаем наше движение вот такая марина 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 сейчас будем заправлять яхту водой дизелем и всем остальным я думаю сделаем кружок и дальше оставим макса а сами выдвинуться в обратный путь но перед этим заедем сам сиэтл мы сейчас пригороде сиэтла в городе таком а вот счастливые продавцы наконец-то избавились от яхты уезжают домой прикиньте они по 300 долларов в месяц платили а мы вот на том красном автомобильчике будем выдвигаться дальше ну и чё да нет надо в этот гудвилл смотри давай первое впечатление вот о ты первые несколько минут владелец яхты что ты чувствуешь внутри ну да здесь дуба все просто там очень много веревок потому что если она говорит что он занимался там капец как много веревок я переживал вторых там четыре комплекта парусов паруса некоторые кайфовые швы хорошие все надо с просто разобраться но она говорила что они с матерью но отец с матерью вдвоем управлялись это лодкой я не думаю что ты один сможешь управиться с парусами совсем не это легко управляться с парусами вообще делать и вообще принципе плавай как на машине я знаю я занимался мне вот вопрос сейчас пойти узнать где там какие тумблера где чел электричество день электричество чтобы не что не хочу чтобы не там было тепло керосинку тут запустить я думаю тебе нужно сам купить выбаста зачем она это кайфовая и запускать выбаста на бина дизели потому что это в дизель есть да то есть надо поставить выбаста такие же которые ставят дальнобойщики все в машину она маленькая тихо и будет работать копейки да конечно и хочу пойти разобраться как все самые опасные лодки это вот эти хомуты между двигателем вот и он помнишь как много хомуты между танкерами сливами этих какашек фекалий и танкеры между заполнением и сливом воды тоже это самое опасное в яхте почему он и говорит в коробке видел такого определенного размера потому что везде в основном летят шаровые краны потому что соль забивает и они проблемны и манжеты вот эти которые были погоды вообще начнут за погода но что-то думал конец ноября сегодня уже 28 ноября нам нам нужно на самом деле взять дойти до дока где заправить дизель и заправить дизель у меня и вернуться и вернуться да и на ходу проверить как работает все подряд у меня есть насос мы накачаем эту спасательную шлюпку тебе надо чтобы она накачана было до 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 года была хорошая но в любом случае тебе надо тогда купить комплект мы ее будем качать смотреть смотреть и дыра резинки закрыть ну вот 12 вольт там работает так что вот он наш товарищ владелец яхты под названием победа аманта аманта сейчас мы как попрем на монтик вашу поманта вывезла ты знаешь любовницы они дорогие то есть дорогое удовольствие поэтому я думаю что видео прикупил себе очень удовольствие ты видел любовницы днище какое заросло и так любовницы давно никто не приходил но так это депиляция надо делать подмышками брить почистить на вашу ложится так сказать засияла любовница но она сказала уксусом надо верху все уксусом оттирается и будет беленькая для юли тоже в теме уже так что мы все мы команда поедем но хорошо у меня есть права у юли нет прав мы юли оставляем с максом вот они на этой посудине поплыла юли она весла в короче я на машине сзади буду ехать потихоньку по дороге 4 весной ну не по морю рядом а так вдоль моря буду их короче едем а накупать всего и запускать посуде это следующий сюжет макс пытается очистить днище это яхты от всякого дерьма но у него для этого есть еще один запасной вариант он купил гидро костюм и будет нырять это нам надо с вами обязательно заснять как он будет минусовую погоду нырять под яхту он будет нырять вот он не ценит меня вот если бы не было меня кто бы заснял весь этот весь этот вот шабаш да ладно где он горит да где он горит он не горит вот здесь вот красненький горит ты посмотри красный он горит прямо ура мордор отступает а зеленый то нифига не горит а точно горит представьте и наверху тоже горит а на самом верху там тоже есть лампочка отсюда не видать но она мигает сейчас посмотрим издалека он там наверху он видите мигает сейчас пойдем короче магазин закупать все необходимые штучки дрючки в том числе посуду там посуда нифига нет керосин надо купить спирт надо купить вот и нырнем точнее кто-то нырнет а кто-то будет над ним угорать продолжение маризонского балета видите у нас уже ночь сиэтле а точнее по телу залива рыбачка вот сейчас пойдем ловить акул он макс там открывает дверь как вам уже этот причал следующий этап нашего приключения это накачка вот это вот старой старой лодки иначе инга динго бинго в темноте в ночи в дубаке хотите посмотреть прикол а вы не увидите нет вы увидите смотрите сколько много медуз вы просто не видите а я вижу вот сейчас посмотреть на залив дофига и вот этот динго бинго она состоит из двух частей одну часть мы накачали накачиваем сейчас вторую говорят что она ну а тем временем лодочка у нас преображается ветер стянули гирляндочку сейчас пойдем во внутрь и запускать печки нагреватели купили керосин купили спирт специальный спирт для печки сейчас будем запускать а время у нас уже почти 7 часов вечера видите темнотища аж жуть мы внутри яхты задраились полностью видите задраились раскачегарили керосинку керосинка горит надевается воды нет разложили стол и сейчас будем сжигать первую свечу адвента то ребята знают что такое адвент а это как раз четыре недели перед рождеством и каждое воскресенье зажигается одна свеча и каждый свече есть своя история и вот мы зажгли первую свечу адвента следующую будет через неделю потом через неделю потом через неделю а на пятую неделю будем праздновать рождество ну и как маг как ты себя чувствуешь в роли мореплаватели канадоходца воды нет но у тебя есть море у тебя очень много есть воды даже океан до чаем и конечно просто волосились сейчас поедем за чаем здесь недалеко кстати волмарт находится сейчас поедем вот так что это у нас конец второго дня что мы сделали мы купили яхту мы успели схлопотать штраф 247 долларов вот репортишь успели хорошо поесть и вот вечером сидим в яхте в яхте на и кают компании наслаждаемся холодом все раз что здесь у нас а это у нас булочки ну чё ребята как посоветует ему поступить нас есть русские пряники как думаете стоит ему жить в этой лодке или ему стоит ее продать тысячи за двадцать пять с этим нужно перегнать и продать до не там дорогие да так и сделаем не нас спасло то что сезон сейчас не сезонка без зима какой дурак зимой будет лодку покупать ну вот я надо дотянуть до весны и продать месяца три-четыре подержать ну что как вам такое приобретение если хотите покупать я обратись ко мне все это был конец второго дня увидимся позже пока что Продолжение следует...